После того, как мой чайник состарился и пришел в негодное состояние, а он мне прослужил около 15 лет, я естественно решил купить новый. И такой, чтобы его хватило не на 3 года работы, как сейчас делают всю электронику, а на срок чуть поболее. Поэтому я готов был переплатить и купить действительно качественный прибор. Сейчас электрические чайники производятся в основном в трех модификациях. Это стеклянные, металлические и пластиковые. Но после прочтения форумов и отзывов о разных категориях чайников и их недостатки, я к сожалению не смог найти тот, который бы мне подошел. Вернее найти можно, на позаоблачной цене. И тут я наткнулся на статью о термопотах, о которых раньше слышал краем уха. Проанализировав все достоинства и недостатки этого прибора, я решил его приобрести. И сейчас после года использования, хочу высказать свое мнение о том, что он собой представляет. И произвести тест по его энергопотреблению. Я думаю, что благодаря этому видеоролику, вы определитесь с покупкой, чайник или термопот. В этом состоянии я не смогу протестировать чайник. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, я обмотаю его скотчем. Измерение мощности я буду производить вот таким вот образом. Предвижу вопрос, где такой можно купить. Ссылка на него будет под этим роликом. В принципе, не обязательно приобретать такой же, а можно купить гораздо дешевле. Скажу, что штука очень полезная. Также оставлю ссылку на тот, который попроще. Максимальный объем чайника 1,7 литра. Включаю кабель в сеть. Включаю чайник. На ваттметре отображается мощность в районе 1750 Вт. На обратной стороне чайника указана мощность побольше. От 2 до 2,4 кВт. Небольшой недобор, но главное, прибор показывает не выше, чем указанные параметры на чайнике. В процессе работы чайника я перевел ваттметр на подсчет общей потребляемой мощности и просчет, сколько это будет в денежном выражении. Так как ваттметр не отображает символ гривны, я установил знак доллара. Также есть возможность установить рубли и евро. Расчет ведется по тарифу, который установлен в Киеве. А это 1 гривна 68 копеек за киловатт. В конце этого ролика я сопоставлю эти значения у чайника и термопота. До момента закипания воды прошло 5 минут. Если точнее, то 4 минуты 50 секунд. Потребление электроэнергии и стоимость вы видите на приборе. Теперь термопод. Я залил уже воду. Объем этого термопота 3 литра. Чтобы вы могли видеть время, я установлю секундомер. Сброшу предыдущие показатели ваттметра на 0. И переведу его в режим отображения потребления. Пошел процесс нагрева. Видим мощность в среднем 680 ватт. На этикетке с обратной стороны прибора 700 ватт. Мощность в норме. Процесс продолжается. Слышим щелчок. Термостат прекратил нагревать воду. Вода закипела. На это потребовалось 21 минута. На этом тест не оканчивается. Так как сопоставление результатов между чайником и термоподом я проведу за сутки. Поэтому на прибор посмотрим завтра в это же время. После того, как прошли 24 часа с момента закипания, смотрим на ваттметр. Ваттметр показывает потребление практически ровно 1 кВт. Стоит учесть, что у термопота был включен ночной режим. То есть термопот ночью в течение 6 часов не нагревал воду. Работала только его электроника. Вверху измерительного прибора это видно. В среднем термопоту на это нужно 3-4 Вт. Подведем итог этого теста. Объем чайника 1 литр 700 миллилитров. Термопота 3 литра. Чайник закипятил воду за 5 минут. Термопот за 21 минуту. Потребление энергии за этот период времени и затраты вы видите на экране. Теперь давайте посчитаем суточное потребление энергии. Предположим, что в вашей семье принято пить чай утром, в обед и вечером. Отбросим те моменты, когда закипятив чайник, вам позвонил друг или подруга, и через полчаса вам снова приходится его кипятить, так как вода в нем остыла. Умножаем стоимость и энергию для чайника на 3. Из теста термопота за сутки также меняем цифры энергии и затрат. Получается, что в месяц термопот обходится на 30 грн дороже чайника. Вряд ли такая сумма ударит по карману. А теперь давайте посмотрим, какие есть преимущества у термопота. Несмотря на то, что термопот кипятит воду в 4 раза дольше, в любое время вы можете приготовить себе чай или налить кипяченую воду без ожидания 5 минут, пока она закипятится. Кипячение 21 минуту происходит только один раз. Просто подливаете вовремя воду, и ожидание кипятка нивелируется с 21 минуты в моментальное приготовление напитка. При том, что с помощью функциональных кнопок можно выставить температуру воды 70, 80, 90 и кипяток. Эти режимы особенно оценят те, кто имеет маленьких детей, и кому для приготовления пищи приходится студить воду до определенной температуры. Еще огромным преимуществом термопота я считаю емкость, которая происходит нагрев. Когда еще был жив мой чайник, постоянно приходилось отмывать налет и осадок со дна. В течение года, используя термопот, я его еще ни разу не мыл. А вот дно чайника. Согласитесь, разница есть. Хотел бы обратить ваше внимание еще на один нюанс. Если вы проживаете в таких районах, где часто включают электричество, приобретайте термопот с помпой. Иначе, если у вас будет подобный моему, то сливать воду с него будет очень неудобно в темноте. Чайник занимает гораздо более выгодную позицию в такой ситуации. Но имея термопот с помпой, позиции меняются. И через час в чайнике будет просто теплая вода, а из термопота вы сможете накачать кипяток, так как девайс полностью герметичный и выполняет функцию термоса. Если вы любите шопиться на Алиэкспрессе, то вам будет интересен мой следующий видеоролик. Я нашел и приобрел товар за 2 цента. Лот называется «Счастливая сумка». Смысл лот такой, что продавец высылает товар наугад. Кто заинтересовался, переходите по ссылке под этим видеороликом. Больше всего, конечно, заинтересует это девушек. Обратите внимание, что продавец постоянно меняет цену на этот лот. Так что можете и за 1 цент сделать покупку. А сейчас, кому понравилось и помогло в покупке мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Удачных покупок!